Вы мне срываете все сроки. Мало того, что вы мне сдаёте работу в самый последний момент, так ещё и с огромным количеством ошибок. Я всё исправлю. Что ж ты-то на вас задишь, да? Ещё раз я вас увижу в офисе в этом свитере, и я вас отправлю домой переодеваться. Я всё понял. Я не знаю, что вы там поняли, но если через неделю у меня на столе не будет отчёта по всей форме и без единой ошибки, я буду вынуждена вас уволить. Вот мне уже где эта халтура. Вы понимаете, что мне нужны специалисты, которые в состоянии выполнить элементарные вещи? Я больше никого не буду уговаривать. Я и так уже на многое закрываю глаза. Кира Юрьевна, не надо меня увольнять, я всё переделаю. Значит так, у вас срок до конца недели. Идите, работайте. Работайте, Андрей! Андрей Елизаров очень боялся потерять работу. Он старался изо всех сил, но, казалось, его начальница этого не замечает. Она замучила Андрея придирками и грозила увольнением. Андрей не понимал, что ему делать, чтобы сохранить место. Жена рассказала ему об обвинении, и Андрей отправился к нам в деревню за советом. Здравствуйте, бабушка. Здравствуй, Андрей. Садись, не стеснейся. Ага. Рассказывай, что тебя ко мне привело. Я какой-то человек нелепый. Вот всё мне не так, как у людей. Я постоянно что-то забываю, путаю, теряю. Потому что в голове у меня всегда какие-то фантазии. Жена моя на это очень сильно сердится, и начальство тоже. Я на работе уже два раза отчёт переделал, всё равно с ошибками. Боюсь, что меня скоро уволят. Как жить тогда? А что? Жена у меня со свету живёт, она и так меня пилит. Вот, дай мне свою правую руку. Вижу, на этой работе ты долго не задержишься. Не твоё это дело. Как не моё? Я хорошо учился, всегда работал по специальности. Мне это нравится. Просто я невнимательный. Бабушка, отдайте мне, может, какой-то отвар, чтобы память и внимание нормальными были. А то у меня мысли все в разнобой. Отвар я тебе дам. Но работу тебе всё равно сменить придётся. Тебе с детьми работать нужно. Так ты себя найдёшь. С детьми? Нет. Это точно не моё. Я, признаться, их не особо люблю. Да и общий язык я с ними не могу найти. Аня, принеси заговорённые травы. Возьми эти травы и каждый день их заваривай. А через две недели ко мне приезжай и возьми с собой какую-нибудь свою вещь. Тогда я тебе скажу, что делать. А пока ступай. Ага. Спасибо, бабушка. До свидания. До свидания. Андрей уже три года был женат. Но его жена Елена в последнее время всё чаще была недовольна мужем. Понять причину Андрей не мог и старался просто не раздражать супругу. Ты на колбасу ещё не заработал. Я её свои зарплаты купила. Вот. Поешь овсянку. Недорого, полезно. Ты же знаешь, я кашу не люблю. Я тоже много чего не люблю. Но тебе больше не положено. Сначала хоть раз нормальную зарплату принеси, потом будешь колбасу, прочие деликатесы есть. Пока у тебя штрафов больше, чем денег. А я тебя кормить и содержать не собираюсь. Что у нас? Колбаса теперь деликатесы, что ли? Да. Для тебя. Я ни в чём не виноват. Ко мне начальница постоянно придирается. И что? Найди другую контору. Сейчас этим трудно. Я смотрел на сайтах. Нет ни одной хорошей вакансии. Куда я пойду? Тебе лишь бы ничего не делать. Да мало ли что в твоём интернете пишут. Ты бы газетку купил, сам по разным офисам прошёл. Может, стрельнет. Стрельнет. Извини. Какой же ты... видеть себя не могу. Коллеги по работе почти не замечали Андрея. Или относились к нему снисходительно. Андрея раньше это огорчало. Но потом он смирился и привык. В этот день ему нужна была поддержка и помощь. Я не могу забраться. Я что-то постоянно напутываю. Там напутываю. Если я не сделаю, то Кира меня уволит. Давай посмотрю. Прости, Свет. Здесь... Соберу. Чем это вы тут занимаетесь? Вот отчёты. Отчёты. Отчёты? Странное место вы выбрали для работы. Или вы решили перед тем, как в неотчёт сдать, его сначала в офисной пыли извалять? Имейте в виду, я у вас в таком виде его не приму. Придётся перепечатывать. Хорошо, я перепечатан, но случайно вышло. По-моему, у нас с вами был уже разговор о вашем внешнем виде. Я просила в таком рубище грязном в моём офисе не появляться. Значит так, немедленно езжайте домой и переоденьтесь. И чтобы через час отчёт был на столе, а вы в приличном виде. Хорошо. Андрей очень торопился домой. Он боялся гнева начальницы. Лена! Лен! Как хорошо, что дома. Мне нужно надеть что-нибудь приличное. На работу и быть там через час. Уже через полчаса. Я же тебе говорила, у меня сегодня на работу только к трём. Да я, может, забыл. У меня есть что-нибудь прилить? Подушку. Тебе купила. В секонд-хенде. Костюм, рубашка. Ну, на работу ходить. Лена! Лена! Как хорошо. Какой ты кровь. Спасибо, что позаботился об этом тома не появляться. В этом нельзя, Светлый. Всё, уволят. Через час Андрей уже был в кабинете Киры. И с трепетом ждал оценки своего отчёта. Ну, как ни странно, в вашем отчёте у меня появилось всего два вопроса. Но это не критично. В целом всё прекрасно. И со вкусом, я смотрю, у вас всё замечательно. Вот так нужно ходить на работу. А свитер уж оставьте для дачных посиделок. Можно я посмотрю? А где вы купили такие замечательные вещи? Это очень дорогой бренд. Такой галстук, я думаю, стоит половину вашей зарплаты. Если не больше. Ну, если честно, я в этом не разбираюсь. Жена где-то купила в секонд-хенде подделка, наверное. Да, может быть, может быть. Сейчас кругом обман. Даже, казалось, в самых приличных магазинах. Ладно, идите работайте. Я вами очень довольна. Спасибо. Спасибо. Прошло три дня. Начальница больше не придиралась к Андрею. И даже при всех похвалила его отчёт. Казалось, чёрная полоса в его жизни закончилась. А вот отношения с женой становились всё холоднее. Хочешь ещё поспать. Лен, ты не видел мою футболку? Какую ещё футболку? Дай мне поспать. И свитер. Где мой любимый футбол, который я с фестиваля привёз? И свитер я не найду, и брюки. Лена, где моя одежда? Что ты пристал? Выкинула я твоё барахло. Я тебе твою новую рубашку погладила. Иди в костюме. Как так выкинул? Почему ты меня не спросила? Потому что тебе сказали, что если ты будешь в такой одежде на работу ходить, тебя уволят. Поэтому надень костюм и иди как человек. Малой, кто что сказал. Это мои вещи. Так лучше вон носки купила новые. Эти все в дырках. Перетопчешься. Иди в каких есть. Под ботинками всё равно не видно. Лена, ну ладно, свитер, но футболка. Когда я ещё попаду на этот фестиваль? Да там таких уже и нет. Переживёшь. Иди. Не мешай мне спать. Андрей продолжал пить бабушке на твар. Мужчина был уверен, что только благодаря отвару он смог сделать хороший отчёт. Андрей, а тебя Кира просила к ней зайти? Зачем? Не знаю. Ты же у неё теперь в любимчиках. Она мне, она срывается. Ей вечно нужны козёлы отпущения. Неправда. Ты намного грамотнее и профессиональнее меня. А Кир, ты же знаешь, перебесится и другую жертву найдёт. Не могу я ждать, пока она перебесится. Я у неё отпроситься хотела, она не отпускает. Что-то срочное? У меня сын заболел. Ему пять лет, у него отит. Я его с соседкой оставляла. А сегодня она как на зло не может. Кира просила задержаться после работы. Я же ещё на другим проектах работаю. Вечером смежники приедут. Мне нужно всё подготовить. Она даже ничего слышать об этом не хочет. Говорит, если вас не устраивает, вы, пожалуйста, идите в детский сад работаете. Там будете время больше с сыном проводить. Громс бесчувственная. Ну, а хочешь, я тебе помогу? Ну, с пацаном твоим посижу. Правда, я с детьми не очень. Придумаю ему что-нибудь. Правда? Андрей, ты меня так выручишь. А с сыном ничего сложного. Приедешь, покормишь его. Поиграйте во что-нибудь. Ну, там, машинке или конструктор. А вечером его нужно будет в ушко закапать и спать уложить. Если она меня раньше отпустит, я сама приеду, уложу. Я тебе сейчас адрес напишу. Ничего сложного. С чужим он как, ладит? Да он у меня вообще парень компанейский. Значит, выручишь? Ага. Я тебе потом ещё раз всё объясню. Иди, тебя Кира ждёт. Ага. Андрей панически боялся свою начальницу. И каждый раз, оказываясь в её кабинете, не ждал ничего хорошего. Да. Тебе знакома эта вещь? Это же моя футболка. А я весь дом обыскал. Наверное, в офисе оставил. Только я не помню, чтобы я с собой брал её. Хотя со мной может всё произойти. Мог по ошибке и в портфель сунуть. Моя. Ну, забирай, раз твоя. А что ты делаешь пятницу вечером? Кстати, прости, ничего, что я на «ты»? Ничего. Ну, то есть, ничего не делаю. И то, что на «ты», ничего. Поужинаешь со мной? С вами. Ну, что тут такого? Что ты меня боишься? Посидим спокойно в неформальной обстановке, поболтаем. Что тут такого? Просто неожиданно. Поужинаем. Я пошёл? Иди. Вечером после работы Андрей поехал к Светлане. Он обещал ей присмотреть за ребёнком. Илья оказался чудесным мальчиком. И Андрей с ним быстро подружился. О! Так. О! А что это вы ещё не спите? В шахматы играем. Ну, да. А я и не знала, Илюшка, что ты у меня в такие игры уже играть умеешь. Это меня Андрей научил. Он всё обещал научить. В шашки играть и нарды. И нарды. Вот это здорово. Только давайте уже, наверное, в следующий раз. Ты меня извини, пожалуйста, Андрей, что я так задержалась. Заказчики эти, Кира, устала просто жуть. Спасибо тебе. Так выручил. Ничего страшного. Мама, Андрею нужно носки зашить, а то у него порвались. Да тут, наверное, не зашчёшь уже, Илюш. Ты лучше сходи, принеси новые носочки. Да? С этикетками, только чёрные. Ну, зачем мне? Я сам себе могу носки купить. Я просто сегодня торопился и взял первый попавшийся. Да ладно тебе. У меня несколько лет назад брат жил, накупил себе носков. А когда уезжал, забыл забрать. А мне они без надобности. На, возьми. О, спасибо, Илюха. Выручил? Ну, иди сюда. Ложишь меня учить. Как тут в шахматы играть надо? Две недели прошло. Я ваш отвар весь допил. И, как вы велели, сразу приехал. И что? Многое в твоей жизни изменилось? Да я даже не знаю, как вас благодарить. На работе мои отчёты приняли. Даже стали сотрудником в пример меня ставить. Зарплату повысили. Ну, немного, но всё равно приятно. А ещё, мне кажется, моя начальница стала меня выделять. Ну, как мужчину. Встречает, улыбается. На ужин пригласила. Ну, мы с ней сходили, и она оказалась очень интересным человеком. Потом ещё пару раз ходили. Ну, всё, больше ничего. Я же ведь женатый человек. Елена у меня ревнивая. Любит меня. Вот даже костюм купила. Я в нём теперь всегда хожу. А зарплату получу, новый куплю на смену. Всё благодаря вашему отвару. Ты вещь привёз, как я просила? Я забыл. Как же я так, а? Совсем из головы вылетел. Ладно, сам не выбрал. Я это за тебя сделаю. Аня, принеси коврик. Расстели. Разувайся и на коврик становись. Вижу, женщины тебя обманывают. Но в этом ты сам виноват. Запустил в себя. Носки рваные носишь. А есть такая примета. Если мужчина в рваных носках ходит, женщинам его обмануть легко. А кто обманывает, бабушка? Зачем? А это ты сам скоро узнаешь. А когда это случится, то вспомни. Что вспомнить? Вспомни, что ты мужчина, а не тряпка. И на этот раз поступи так, как сердце скажет. А не другим в угоду. Я мягкий человек, но не тряпка. Вот и пора тебе об этом вспомнить. Прошло несколько дней. Андрей за это время очень сблизился со Светой. Еще пару раз он оставался с Ильей. У Светы Андрей чувствовал себя комфортно и уютно. А она старалась помочь ему с работой. Заниматься с ним интересно. А говорил, что не умеешь общий язык с детьми находить. Я сам в шоке. Я раньше детей боялся, как огня. А по-моему, у тебя просто педагогические таланты. Ага. А вот к этой работе у тебя таланта совершенно никакого нет. Ты опять все цифры перепутал. Где? Ну вот, видишь, 66. А должно быть 64. Как у тебя так все время получается, не понимаю. Свет, пойди в буфет к кофейку попей. Мне с Андреем поговорить надо. А так... Да, хорошо. Андрюш, я все время думаю о тебе. И что вы думаете? Когда мы вдвоем, можешь обращаться ко мне просто Кира. Я думаю о том, что ты очень хороший человек. Просто какой-то непрекаянный. Интересно, как ты живешь? Хорошо живу. С женой. Да. Я видела в личном деле. Елена, кажется, да? Да. Ты бы пригласил меня как-нибудь в гости на чашечку кофе? Конечно, приглашу. У меня жена очень вкусные пироги печет. Как только что-нибудь испечет, я вас приглашу, позову. Да не нужны мне пироги твоей жены. Прямо сейчас меня пригласи. Как? Сейчас? А вот так. Машину у офиса. Поехали. Андрей не смог отказать Кире и меньше чем через час оказался в своей квартире. Я давно подозревала, что ты завел себе бабу. Я хотела даже детектива нанять. Но потом вот он пришел в офис в твоем костюме и твоем галстуке. Галстук я сразу узнала, потому что я сама его покупала в Париже. И он был в единственном экземпляре. Ты же у нас модник, Маратик. Модник. Я спросила, откуда это? И знаешь, что он мне ответил? Что ему жена купила в секонд-хенде. Я чуть в обморок не упала. Ты не знаешь, с каких это пор в наших секонд-хендах эксклюзивные вещи за бесценок продаются? Ну дальше можете не продолжить. Нет, я продолжу, милочка. А ты лучше закрой рот. Потом моя домработница нашла в твоих вещах страшненькую футболку с надписью «Фестиваль Круг». Не знаешь, откуда у тебя этот хлам? Я показала эту футболку Андрею. И она сказала, что она его. Интересно получается, когда же это вы успели обменяться вещами? Причем так, что Андрей сам об этом ничего не знает. И тут я вспомнила про жену Андрея. То есть про вас, прекрасная Елена. Кира, прекрати этот спектакль. Давай поговорим дома. Нет, Марат, мы закончим этот разговор здесь. Что же это вы, Елена, с чужими мужьями развлекаете и со своего в черном теле держите? Вы посмотрите, он же у вас одет, как пугало. Вечно в дырявых носках и весь какой-то дерганый. Нет, вы мне можете ничего не отвечать. А ты, Маратик, посмотри внимательно на Андрея. Через пару лет в руках этой женщины ты будешь выглядеть так же, если не хуже. Героечка, ну прости, без попута. Не выходи ко мне. Счастливо оставаться. Андрей, ты идешь или нет? Да я даже и не думал, что у моей жены есть любовник. А самое удивительное, что им оказался муж моей начальнице, Киры. Теперь понятно, почему у нее возник ко мне интерес. Ну и ты вспомнил? Да. Я сам себе сказал, Андрей, надо вспомнить, кто ты. Вспомнить. Послал все их куда подальше. И Лену, и Киру. А сам к Свете ушел. Вы же сказали, сделать так, как сердце велит. А мне со Светой, Ильей очень хорошо. И им со мной тоже. Правда, на следующий день после этого скандала я был уволен. Кира меня позвала к себе и сказала, что пусть ты ни в чем не виноват, но видеть тебя после этого мне не хочется. А я и рад. Я найду работу. А жить мне теперь намного легче. Вижу, все у тебя хорошо будет. Женщина, что рядом с тобой, тебе судьбой назначена. Я с ней по-настоящему счастлив. Она заботится обо мне, ухаживает. Я не думал, что такие женщины бывают. Спасибо вам, бабушка. Вы мне очень помогли. Через два дня Андрею позвонила Кира и попросила приехать в офис. Андрей, я хочу предложить тебе работу. Да нет, 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 не в этом офисе, не переживай. Я давно уже уложила деньги в один детский центр, но что-то там как-то не очень ладится. Я хотела предложить тебе стать управляющим директором этого центра. Я? Управляющим? Света сказала мне, что у тебя педагогический дар, а я склонна доверять Свете. Действительно, дети ко мне тянутся, и мне с ними интересно, но... Ну, теперь я не жалею, что поручила Светлане повнимательней к тебе присмотреться. Спасибо вам, Кирилл Юрьевна. Вы знаете, если бы не вы, мы бы, наверное, с Андреем никогда не стали так близки. Ну, я за вас искренне рада. То есть и тут без вас не обошлось? Не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, так что, ты возглавишь мой центр? С удовольствием. Андрей развелся с Еленой и женился на Свете. Он руководит детским центром и очень счастлив. Год спустя Света родила от него девочку. Ее назвали Ниной. Илья очень любит сестру. Бабушка говорит, что если мужчина в рваных носках ходит, женщины его легко обмануть могут. Значит, мать тебя замерла. Понятно. Что ж, это печально. А ты, значит, решила ко мне приехать. Что ж, я не прочел, даже рад. Ну, это как жена решит. Сама понимаешь, у меня уже давно другая семья. Альбиночка, ко мне вот дочь Саранска приехала, Лиза. Это супруга моя, Альбина. У Лизы мать умерла, и она хочет в Москве работу найти. И просит в первое время пожить у нас. Ну, это если ты не возражаешь, разумеется. дармоедки мне здесь не нужны. Но я могу сдать ей комнату. У тебя деньги есть? Да, конечно, немного, но есть. Сейчас я... Здесь 10 тысяч. Этого хватит, чтобы снять комнату на две недели. Устраивает? Да, конечно, спасибо вам. но учти, кормить я тебя бесплатно не буду. Вот видишь, можешь пожить у нас. Альбина женщина хорошая, добрая. Спасибо, папа. Ты кушать хочешь? Да. Ну, вот и хорошо. Вот и правильно. у Лизы Яковлевой недавно умерла мать. Девушка осталась совершенно одна. В родном Саранске ее ничего не держало. И Лиза решила поискать счастье в столице. Там у нее жил отец. Но его жена сразу не взлюбила девушку. Лиза искала работу, но ей не везло. От знакомых она узнала о бабушке и решила поехать к ней за помощью. Здравствуйте, бабушка. Здравствуй, Лиза, садись. Рассказывай, с чем пришла. Я не знаю, приходит ли к вам с таким, но мне очень работа нужна. Я две недели ищу, меня никуда не берут. В родном городе в больнице работала, как в столицу перебралась, ничего найти не могу. Это все? Больше ты мне ничего рассказать не хочешь? В остальном все хорошо. Мне бы работу найти. А я вот знаю, плохо ты сейчас живешь. Со вчерашнего дня ничего не ела. Не ела? Аппетита не было. Хорошая ты девушка, терпеливая. Только я знаю, что все не так. Мачеха тебя не любит, а отец... Не ругайте их. Они ничего не должны. Я взрослая. Крыша есть над головой? Да и на том спасибо. Если бы работа еще была. Завтра утром ты в магазин пойдешь. И по пути домой кафе будет. Зайди туда, там работу найдешь. А еще вижу, ты знакомую встретишь. Но что бы она тебе не предлагала, ты не соглашайся. Да какие знакомые. У меня в Москве кроме отца его семьи других знакомых нету. Вижу, что есть. Но ты про слова мои помни. Хорошо. Главное, чтобы с работы все получилось. спасибо вам, бабушка. Лиза очень надеялась, что в этот день, как и говорила бабушка, она сможет найти работу. В холодильнике опять пусто. Ты у нас в доме всю еду сожрала? Я ничего не брала. Мам, я хотела бутики. А у нас нет ничего, ни сыра, ни масла. Надо в магазин идти. Пусть эта драмоедка исходит. Все ничего не делает целыми днями. Ты когда на работу выйдешь? Скоро должна. Она все время так говорит. Вружка. Мам, напиши ей список, она все купит. А чеки и сдачу принесет. Значит так, пойдешь в магазин «Березка» называется. Он тут в трех остановках от нас. Там самые низкие цены. Другие магазины мы себе позволить не можем. Хорошо, я съезжу. Съездишь? Пешком дойдешь. Тут всего идти-то полчаса. Еще на дорогу тебе тратиться. ничего не барыня донесешь. Если я хоть рубля не досчитаюсь, пеняй на себя. Да, нам на кухне человек нужен посуду мыть. Лиза возвращалась из магазина, куда послала ее мачеха. Проходя мимо кафе, она вспомнила слова бабушки и решила туда зайти. В кафе Лиза разговорилась с барменом Петром. Он пообещал девушке замолвить за нее словечко перед начальством. Лизка! Рита, вот это да! Не ожидала в этих краях землячка встретить. Ничего себе! Давно ты здесь? Нет, недавно переехала. Ну правильно, нечего там делать у нас в Саранске. Здесь красота, да? Я вообще хорошо устроилась. Зарабатываю, парень упакован, в общем, все круто. А ты вообще как? Чего планируешь заниматься? Вот пришла по поводу работы договариваться. Буду здесь посуду мыть. Ну что это за работа такая? Давай я узнаю тебя, может, к нам устрою. Спасибо, я пока как-нибудь сама. Ну смотри. Ладно. Сейчас. Слушай, не бежать пора. Меня Жорик ждет, парень мой. Знаешь что, а приходи ко мне в гости. Завтра, например, Часов пять поболтаем с тобой, сидим. Приходи, ладно? Только обязательно. Все. Я буду очень ждать. Хорошо? Иначе обижусь. Все, давай, чмоки-чмоки. Сменщик пришел, я сейчас переоденусь и пойдем. Угу. Петя сразу понравился Лизе, да и она ему тоже приглянулась. До дома они шли не торопясь, им не хотелось расставаться. Вообще-то я в институте учусь, экономистом буду, а пока что без денег не сидеть, в кафе подрабатываю. Да, я тоже хотела после школы в институт поступать, но на бюджет не прошла и вот закончила медицинский колледж. Ну, у тебя еще все впереди. Поступишь? Вот мы пришли. Спасибо, что помог, а то я бы до вечера эти сумки тащила. Пожалуйста, завтра не опаздывай, я позвоню управляющему и расскажу про тебя. Лизка, а ты где ходишь? Тебя в магазин послали, а ты с парнями гуляешь, да? Петя, мы с Лизой и это... Мне неинтересно ни эта замарашка, ни ее знакомые. Это твоя родственница? Это сводная сестра. Она не всегда такая, просто сегодня настроение плохое. Знаю я таких. Ладно, ты не грусти, завтра тебя ждем. Сумки до квартиры дотащишь? Дотащим. Вечером Лизе позвонил Петя и сказал, что управляющий готов принять ее на работу. Спасибо, пап, я не голодна. У меня хорошие новости. Меня на работу взяли. Здорово. Это действительно хорошие новости. Тогда завтра ты от нас съезжаешь. А, и кстати, ты мне должна 30 тысяч за жилье и за еду. Подумай, как ты будешь отдавать. Ну, у меня нет таких денег. Это твои проблемы. Займи на работе, ищи, где хочешь. Меня это не касается. Только пока я не увижу денег, паспорт я тебе не отдам. Папа, пап, как же так? Разбирайтесь сами. Я не знаю, что у вас происходит, но будет лучше, если ты действительно от нас съедешь. Неужели у тебя нет знакомых? Я, конечно, не против, я за, но, Аля... Утром Лиза собрала свои вещи и уехала из квартиры отца. Идти ей было некуда, и девушка сразу поехала на работу. А после работы Лиза отправилась к Рите. Она хотела занять у нее денег. Рит, мне помощь твоя нужна. и я работу нашла, а жить мне пока негде и денег нет. Ты не могла бы мне одолжить? Сумма крупная, 30 тысяч, но я если не найду, у меня проблемы будут. Да не вопрос. Спасибо. Спасибо, мне на месяц, я как зарплату получу, сразу верну. А с жильем у тебя что? Хочешь, у меня оставайся? Было бы здорово, ты только не хочешь тебя стеснять и... Да ладно, расслабься, это Москва, тут все так живут. Пупсик, у тебя гость. Здравствуйте. Привет. Привет. А это ко мне подруга приехала из Саранска. Лиза. Это мой Жорик. Очень приятно. Мы из детства друг друга знаем. Лизе сейчас жить негде, поэтому она меня останавливается. Ну, раз такое дело, едем в ресторан и отмечаем это. Жорик, ну, ты как всегда, тебе только повод дай. Но, идея мне нравится. Рита, можно без меня? Я так устала и спать хочу, а завтра утром на работу. Ну, что же вы, Лиза, ну? Ладно, Жорик, Жорик, не дави. Успеет она еще с нами по ресторану надегаться. Ну, ладно, жду тебя. Ладно. Ты ложись спать, меня не жди, и я буду поздно. Все, давай. На следующий день довольная Лиза приехала к отцу и мачехе. Ну, что ж, сейчас принесу твой паспорт. Значит, ты неплохо устроилась. За один день такую сумму нашла. Что ж, что-то хорошо. Да, я теперь работаю, посуду в кафе мою, а живу сейчас у Риты. Помнишь ее? Мы в Саранске в одном дворе жили. Да, 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 помню. Я ее в Москве встречал, ее несколько раз. Ну, у нее работа хорошая, вот она мне немного денег заняла. А замуж она вышла? Нет, но парень у нее есть и хороший, и при деньгах. Раз у тебя такие подруги, может, и у тебя все сложится. Ну, ты знаешь, я желаю тебе только добра. Спасибо вам за все. Надеюсь, больше мы тебе не понадобимся. прошло две недели. Все это время Лиза жила у Риты. Девушки прекрасно ладили, и Лиза считала Риту своей лучшей подругой. У нас серьезные неприятности. На Жорика наехали. Очень крутые дяди из-за бизнеса. Требуют деньги. Много денег. Если не заплатим, его бьют. Какой ужас. И что теперь делать? Ты можешь нам помочь, конечно, если захочешь. Я сделаю все, что от меня зависит. Только что я могу. Все тогда. После работы не задерживайся, дома поговорим. Все, чмоки-чмоки. Так. Угу. Вечером после работы Рита рассказала Лизе, что ей надо сделать, чтобы помочь Жорику. Лиза была в ужасе от слов подруги, но отказать не решалась. Супер. Ну, давай улыбнись. Ага. Все, садись. Немножко. М? Ведь зачем все это? Может, можно как-то по-другому? М-м-м-м. Нельзя. Работа у нас такая. Жорик находит девушек для богатых клиентов. Клиенты выбирают девушку. Устраивают с ней встречу. Девушка приезжает. Вообще, работа очень легкая. Платят очень хорошо. Правда, сейчас на Жорика конкуренты наехали и требуют откат заплатить. Поэтому ты у нас пока без оплаты. Я просто еще ни разу с мужчиной не была. Да ладно ты, девочка. Вот это да. Ну так тем более, чего реветь? Ну, если за твой первый раз только бабок отвалят. Потом Жорик с людьми рассчитается и будешь сама на себя работать. Я так сама начинала. Я не смогу. Ну, слушай. Нас всех убьют тогда. И Жорика, и меня, и тебя. Эти дяди шутить вообще не будут. Я серьезно говорю. Тоже мне подругу. Пообещала я сама в кусты, да? Я все для тебя сделала. Так. Как в боте треветь тушь потечет. Угу. Так. Ну, что такое, а? Больше секса. Давай. Угу. Оп. Все. О, отлично. Готово. Все. Как клиент появится, я тебе сообщу, что надо делать и куда надо ехать. Я сейчас у своей знакомой из Саранска живу. У Риты. Она хорошая, но если бы я только знала, чем она зарабатывает. Рита мне помогла. она к себе пустила и денег одолжила. И сейчас она в беде. Я не могу ее бросить. Но и сделать то, что она просит, я тоже не могу. Рита хочет, чтобы я с мужчинами за деньги спала. В том, что случилось, ты сама виновата. Не послушала меня. Ой, что же мне теперь делать? Я не могу. Я не хочу. Возвращайся к Рите и не бойся. Ничего плохого с тобой не случится. А через три дня ровно в семь вечера тебе на работе быть нужно. Ровно через три дня, как велела бабушка, Лиза поехала к семи вечера в кафе, где работала. Ты чего молчишь? У тебя все нормально? Не совсем. Что-то случилось? Ты скажи, я для тебя все что угодно готов сделать. Я люблю тебя. Самую первую встречу, как увидел. Вы что здесь устроили, бездельники? В кафе пусто. Они тут пирожные за мой счет тресали. за мой счет трескают. Извините, я сейчас... А с тобой, Петя, у меня отдельный разговор будет. Где посетители? Раньше в это время все столики заняты были. А как эта посудомойка пришла, ты только и делаешь, что целыми днями кофе с ней распиваешь. Ну, это неправда. Я даже разбираться не хочу. Ты уволена. Собирайся и уходи. И платить я тебе не буду. Так нельзя. Я здесь решаю, что можно, а что нельзя. Ты, кстати, здесь тоже больше не работаешь. И никто не работает. Я закрываю кафе. Меня с работы уволили. И куда теперь идти, на что жить, я не знаю. А Рита сказала, что уже в эти выходные приедет клиент. Я вижу, ты вчера сахар рассыпала. Да, на работе. Целую сахарницу опрокинула. И из-за этого хозяйка разозлилась и уволила меня. Сахар просыпать примет хорошее. К удаче и личному счастью. Да какая удача. Работу потеряла, денег нет. Еще со дня на день проституткой стану. Я вижу, тебя только хорошее впереди ждет. Езжай домой и ничего не бойся. Как вы не понимаете? Уже в это воскресенье Рита привезет клиента. Это же ужасно. Я тебе еще раз повторяю. Тебя только хорошее в жизни ждет. Лиза, вы послушайте бабушку. Она никогда не ошибается. Лиза с ужасом ждала воскресенье. В этот день, как сказала ей Рита, к Лизе должен был прийти первый клиент. Увидев в квартире Риты свою сводную сестру Настю, Лиза пришла в ужас. Настя, уходи, пока не поздно. Тебе это не нужно. Вот еще. Мне тоже деньги нужны. Проходите, проходите, дорогой гость. Я вам такой сюрприз подготовила. Ах ты моя затейница. Вот они, мои девчата. Две, как договаривались. Ну, как? Тебе нравится? Папа, а ты что здесь делаешь? А я вам расскажу. Ваш отец сутенер. Я когда приехала в Москву, я здесь никого не знала. Тоже искала работу. Как и ты, Лиза. Тут я встретила дядю Олега, и он очень проникся в истории девочки из провинции. даже обещал помочь устроиться. Но с одним условием, что я стану его любовницей. И я согласилась. Мне же нужно было как-то в Москве зацепиться. Мы встречались какое-то время, а потом он сказал, что у него большие проблемы, что он задолжал крупную сумму каким-то крутым ребятам. И чтобы они простили ему долг, я должна была с ними переспать. Знакомая история, Лиза? Закрой свой рот. Нет, 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 Лиза. Продолжай. Продолжай. Я согласилась. А потом еще раз. Так и не заметила, как я стала проституткой. Он, конечно, хорошо платил. но я понимала, что надо завязывать. Я встретила Жорика и сказала Олегу, что я ухожу. Он не захотел меня отпускать. Я решила бежать. Я подумала, что он хотя бы ненадолго забудет про меня. Так и было. Пока ты, Лиза, не сказала ему, что я хорошо устроилась в столице и что у меня парень. Тогда он позвонил мне и попросил меня вернуться обратно в бизнес. Я отказалась. Тогда он пришел ко мне домой, меня дома не оказалось. И он сказал Жорику, что я проститутка. Жорик меня бросил. я очень переживала. Я очень переживала. Я решила отомстить. Я позвонила Олегу и сказала, что я возвращаюсь в бизнес. Только уже не в качестве проститутки, а как мамочка. что у меня есть очень хорошие девочки на примете. Он согласился. Он же еще тот кобель ни одну юбку не пропустит. Тогда мне пришлось использовать тебя, Лиза. Ну, а для большего эффекта я позвала Настю. Я, конечно, не думала, что она согласится, но на ловца и зверь бежит. Я предложила Насте продать ее девственность по очень высокой цене. Да, Настя? Гадина. Обманула. Не забудь матери же сказать, чем твой отец занимается. А если ты не расскажешь, то тогда я расскажу. Если Альбина узнает, я тебя в порошок затрудн. Мать с этими сутками на работе надрывается, а ты вот чем тут занимаешься. Лиза, уходи. Уходи. Тебе тут нечего делать среди этих пропачек. Уходи. Петь, как ты здесь? Час назад мне позвонила Рита и сказала, что ты здесь и у тебя серьезные неприятности. я все бросил сразу сюда. Тебя не обидели? Пойдем ко мне. Я тебя больше не отпущу никуда. Пойдем. Лиза и Петя с того дня больше не расставались. Через год Петя закончил учиться и вместе с Лизой переехал к матери в Тулу. Они поженились и сейчас ждут ребенка. отца и сестру Лиза больше не видела. А вот с Ритой Лиза продолжает дружить. Жорик простил Риту и даже сделал ей предложение. Бабушка говорит, что если вы случайно рассыпали сахар, это к удаче и личному счастью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Как приятно пахнет. Что это? Сейчас все увидишь. Готово? Открывай. Ого! Тебе нравится? Ты все это сам? Конечно. Ммм, какой запах. Ароматические свечи. Ничего себе, я приятно удивлена. Я старался. К чему все это? Алла, я не знаю, с чего начать. В общем, ты мне очень нравишься. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Миш, не надо всего этого. Алла! Алла, подожди! Михаил был обеспеченным и успешным мужчиной. После смерти жены он долгое время жил один, пока не познакомился с Аллой. Михаил сразу влюбился. У них с Аллой завязались отношения. И Михаил хотел второй раз жениться. Он сделал предложение Алле и получил отказ. Михаил не понимал, в чем причина, и за советом отправился к бабушке. Алла просто убежала. Она потом, конечно, извинилась, сказала, что это нервы, она очень волновалась. Но когда мы поговорили, она сказала, что со свадьбы хочет подождать. Но я-то думал, что у нас все серьезно, что она меня тоже любит. Но я ничего не понимаю. Но, может быть, ее разница в возрасте смущает. Я намного старше ее, и, может, она из-за этого за меня замуж не хочет. Ты фотографию этой девушки привез? Да, конечно. Вот. Красивая она у тебя. И, вижу, не боится разницы в возрасте. Ну, а тогда в чем дело? Тайна у нее есть. Я думал, она все про себя мне рассказала. Что-то утаила. А что именно, можете сказать? Пока не вижу. Вижу, вы порознь живете. Поэтому все тебе про твою Аллу разглядеть не могу. Я ей предлагал съехаться, но она не может. Едет меня до работы на другой конец города ехать. Она в магазине продавцом работает. Ну, уходить оттуда ни в какую не хочет. Я тебе вот какой совет дам. Если хочешь про свою Аллу правду узнать, ты с ней должен под одной крышей жить. Пусть к тебе переезжает. Тогда правда откроется. Так я же говорю, и далеко от меня до работы. Ничего. Придумай что-нибудь. Иначе так и будешь сомнениями терзаться. Ну, я постараюсь. Спасибо за совет. До свидания. На следующий день, когда Михаил подвозил Аллу домой после очередного свидания, он решил снова завести разговор о совместной жизни. Хорошо погуляли, да? Да. Когда в следующий раз встретимся? Ну, можно завтра. Я работаю в первую смену, а вечером свобода. Послушай, Алла, тебе не надоело? Ну, что мы-ка школьники погуляли и разбежались по домам после 11? Ну, переезжай ко мне. Мы ведь с тобой это обсуждали. У меня работа. Придумаем что-нибудь. В конце концов, я неплохо зарабатываю. Я могу нас двоих обеспечивать. Решайся, я у тебя очень люблю. Я знаю. Я тебе тоже. Я обещаю подужить. Хорошо. Прошло две недели. Михаил снова и снова предлагал Алле жить вместе. В конце концов, девушка приняла предложение Михаила и переехала к нему. Работу Алла пока не бросила, так как должна была отработать две недели перед увольнением. Просто ужас, как не хочется от тебя уходить. Надолго ли это? Ну, что ты имеешь в виду? Ты ко мне привыкнешь, нас захлестнет бытовуха и страстью летучится. Этого не будет. Ладно, собирайся, а то опоздаешь. Ну и куда ты мяты надеваешь? Ну, они у меня все такие. Давай я поглажу. Да ладно, опоздаю. Ну, конечно, под две рубашки на одной вешалке, вот они у тебя и мнутся. Ну, забывай, я вешалки купить себе. Ничего, я этим займусь. Вот-вот, я только за. Прошло еще две недели. Алла, как и обещала, уволилась с работы. Добрый вечер. Добрый. Как день прошел? Нормально. Давайте я вас провожу. А, кто это был? Мастер по ремонту. Хотела тебе сюрприз сделать. Ну, тебе это удалось. А он что приходил, что-то сломался? Пока нет. Присядь. Да я постою. Миш, в общем, я подумала и решила, нам нужен ремонт. Так... А что, тебе не нравится моя идея? Нет, я просто не понимаю, зачем. У нас и так все хорошо. Я меньше года назад делал. Ну, а теперь я хочу обновить наш общий дом. Я ведь здесь практически ничего не делала. Понимаешь, мне неуютно, хочется чувствовать себя в доме хозяйкой, чтобы здесь была частичка меня. К тому же, мне надо чем-то заняться. Мастер очень хороший, сделать все недорого. Начнем с прихожей. А ты его где нашла? В интернете у него очень хорошие отзывы, даже не переживай. Ну, так что? Ну, раз ты решила, что нужно делать ремонт, делай. Прошло несколько дней. Алла продолжала заниматься организацией ремонта и ведением домашнего хозяйства. Ну, куда ты ее вешаешь? Извини, забыл. Помнуться, потом опять гладить. Все, понял, понял, не кипятись. Другое дело. Алла, а у нас все хорошо? Ты какая-то нервная последние дни. Ну, я не знаю, Миша. Наверное, это все из-за работы. Так ты уволилась. В том-то и дело. Ты что, работать хочешь? Я не могу весь день сидеть дома. Я хочу открыть свой магазин с одеждой. Из Китая заказывать и у нас перепродавать. А так все сейчас делают. В торговле я кое-что понимаю. И когда я в магазине работала, я вычислила, на что наибольший спрос. Ну, что, хорошая идея. Да. И я уже нашла помещение под шоу-рум. И с собственником об аренде договорилась. Хоть завтра заезжай, торгуй. И по-моему, у меня есть. Мне нужны только деньги на товар, на аренду. И я хотела оформить кредит, но мне его не дали. Так, стоп. Какой кредит? Даже не думай, я отдам деньги. Ты уверен? Конечно. Чем смогу, помогу. В продажах, в организационных моментах я неплохо разбираюсь. Миша, спасибо. А я раскручусь, я тоже буду деньги в семейный бюджет приносить. Я не могу просто так на шее сидеть, понимаешь? Ты у меня умница. Прошло несколько дней. В тот день к Михаилу приехал его сын Илья. Он жил в другом городе, но несколько раз в год навещал отца. К тому же у него часто были командировки. Илья останавливался у Михаила. Как я рад, что ты приехал. Надолго в город? Да проездом на пару недель. Может, надольше, если командировка затягивается. Ну, а что не позвонил, не предупредил? Телефон сел, прости. А у тебя ремонт? Ну, вот, решил прихожую обновить. У меня для тебя, кстати, тоже есть сюрприз. Да? Какой? Алла! У тебя гости? Живем вместе. Ничего себе. Добрый день. Здрасте. Познакомься. Мой сын Илья. Очень приятно. А это моя будущая жена, Алла. Ну и сколько вам лет, девушка? Илья! У меня уже ужин готов. Пойду накрою. Ты что творишь? Ты что творишь? Просто интересно. Тем же вечером, пока Алла мыла посуду после совместного ужина, у Михаила состоялся неприятный разговор с сыном. Дурачка-то не строй. Все твои колкости по поводу возраста Аллы, дерзкие вопросы. Что это все значит? Пап, ты, конечно, только не обижайся, но мне кажется, она не для тебя. Ну, это не тебе решать. Кто она вообще такая? Вы знакомы пару месяцев, ты уже ремонт затеял. Решили делать, значит, надо. Подумай хорошенько. Я не намерен больше с тобой на эту тему разговаривать. Увидимся завтра. А то есть ты мне намекаешь, чтобы я уехал? Да. Хорошо. Поеду на служебную квартиру. Я же думал, что у меня есть родительский дом. Оказывается, я здесь лишний. И все из-за какой-то Прошла неделя. Алла была занята ремонтом в квартире, а также собственным бизнесом. Она каждый вечер рассказывала Михаилу о том, как идут дела в ее новом магазине одежды. Ты давно один соскучился по женской заботе. Это нормально, но Алла не та, за кого себя выдает. Опять начинаешь. Я думал, ты мириться пришел. Я разоблачил ее. В каком смысле? Нет, у нее никакого бизнеса. Она тебя разводит. Что за ерунда? Ты нас поссорить решил? Он мне ничего не мог придумать. Я ездил в якобы ее магазин. Там про Аллу даже не слышали. Того не может быть. Я недавно давал деньги на товар. А вот это большой вопрос. На что она из тебя качает деньги? Тебе не стыдно? Мне? Тебе, тебе. Я, конечно, понимаю, ты меня ревнуешь. Но вот как вот можно так нагло на человека наговаривать? Так ты сам съезди, проверь. И не подумаю. У меня и так дел хватает. Пап, ты дурак? Чего? Я тебе сейчас покажу, кто дурак. Делу-то, чего хочешь. Бабушка, Михаил пришел, только он не записывался. Ничего, пусть садится. Вы постарайтесь побыстрее, пожалуйста. Бабушка с раннего утра принимает. Я отдохнуть нужно. Хорошо. Ну, вы извините так внезапно. Вижу, ты меня послушал. Съехался с той девушкой. Молодец. Да. Ну, теперь другая проблема появилась. Рассказывай. Меня сын убеждает, что Алла мне не подходит. Что она встречается со мной только чтобы деньги выкачивать. А ты сам что думаешь? Я верить, конечно, не хочу. Но сын такие доводы привел, что его слова у меня из головы просто не лезут. Я Алле дал денег на магазин. Ну, так, маленький магазинчик одежды. А Илья, сын мой, он, говорит, все проверил, узнал, что магазина никакого нет. Алия пока ничего не говорил. Ну, чтобы напрасно не обидеть подозрениями. Потому что сын может врать или понял что-то не так. Ну, всякое бывает. Поэтому я к вам сразу поехал. Стало быть, от меня правду хочешь знать? Ну, да, если можно. Вижу, как сильно полюбил ты эту девушку. Очень. Поэтому узнать правду ты должен от нее. Ну, а как? Если она им действительно обманывает, она ж не признается. Аня, принеси сахарок заговоренный. Сделаешь, как я скажу, правда сразу раскроется. Вот, принесла. Спасибо. Это сахарок, правда, сказ. Возьми один. Ну, и что с ним делать? В чай его своей, Алле, положи. Да расспроси обо всем, что тебя волнует. Тогда скажет она правду. Ничего себе. Спасибо. Вы, наверное, устали уже. Я пойду. До свидания. Михаил ждал удобного случая, чтобы поговорить с Аллой. Он, как и советовала бабушка, решил напоить Аллу чаем с заговоренным сахаром. Она была убита непосредственно перед тем, как вы подошли к ней. Вы пришли из кухни. Передней вы никого не видели и не слышали? Нет никого. Ты мне, что ли, сахарок бросил? Тебе я один, как ты любишь. А я больше сахаром не пью. А почему? Я на диете. Ну, разок-то можно. Ну, что, тебе сложно другой чай сделать? Ну, а этот куда? Ну, сам выпьешь. Что-то как маленький. Михаилу не удалось напоить Аллу чаем с бабушкиным сахаром. Несмотря на это, Михаил не мог больше ждать и решил немедленно выяснить отношения. Алла, послушай, нам надо поговорить. Что-то случилось? Случилось. Илья был у тебя в магазине. И что? Говорит, что про тебя там даже никто не слышал. Я ему сразу не понравилась. Ты же сам знаешь. Скажи, это правда, что у тебя нет магазина? Куда ты тратишь мои деньги? Не кричи на меня, пожалуйста. Ты объясни, что происходит. Или мне самому съездить и во всем разобраться? Я действительно хотела открыть магазин. Я даже обо всем договорилась. Но тут мне позвонила подруга. И она... И? Она попросила очень крупную сумму денег. И у нее какая-то... У нее какая-то ситуация сложная. У нее беда, понимаешь? Дальше. Ну, я не смогла отказать. Я ей дала эти деньги. А тебя побоялась сказать. И... Да все время я спрашивала, как у тебя дела в магазине. Я сказала, что все в порядке. Ну, ладно, ладно. Ну, все хорошо. Ну, послушай. Ну, надо было просто мне сразу все рассказать. Ну, я что, ни человек, не понял бы. Моя подруга, она порядочная. Она как только разберется со своими делами, она мне вернет деньги. Ну, ладно, ладно. Все хорошо. Успокойся. Все нормально. Долго это будет продолжаться? Я уже устала. А в чем проблема? Все ведь хорошо идет. Ну, конечно, это как посмотреть. Так, а что за шум? Плинтус с браком. Да где? Нормальный он. И цвет совсем не тот, что я заказывала. Я что-то не понял. Нам другого мастера на нет. Нет, я все исправлю. Обещаю. Ладно, вы свободны. Я вам завтра позвоню. До свидания. Ну, что ты с ним церемонишься? Найди другого мастера, не морочь себе голову. Да мастер хороший, просто ленивый. Но я столько денег потратила на ремонт, а толку ноль. Я же говорю, вокруг специалистов куча. Ну, пусть сперва доделает то, что он начал. Ну, хочешь, я возьму это по своей контроле. Не надо, не переживай. У тебя и так много работы. Я сама со всем разберусь. Хорошо? Как хочешь. Расскажи лучше, как твой день прошел? Ай, ужасно по тебе скучал. Прошло несколько дней. Тем вечером, пока Алла была в душе, Михаил искал зарядное устройство от своего телефона и никак не мог его найти. Михаил случайно уронил сумочку Аллы и с удивлением обнаружил там паспорт Аллы со штампом о браке. Михаил не понимал, что происходит. Ну что, ты с сих пор не нашел? Зарядку нет. Обнаружил кое-что поинтересней. Что это такое? Зачем ты рылся в моих вещах? Алла, ты что, замужем? Я жду ответа. Да, у меня есть муж. Кто он? Почему ты сейчас здесь, а не с ним? Мой муж – это наш мастер по ремонту. Ты не перестаешь меня удивлять. Что вообще происходит? Миша, пожалуйста, ты только не злись. Чтобы радоваться? Все деньги, которые ты мне давал, я отдавала мужу Диме. Значит, подруги никакой не было. Нет, это у Димы были большие проблемы. Ему очень срочно нужны были деньги. Он набрал больших долгов, очень серьезных людей. А как отдавать, мы не знали. И когда ты стал оказывать мне знаки внимания, я сказала Диме, что за мной пытается ухаживать. Очень крутой бизнесмен. И вы решили мной воспользоваться? Это Дима придумал. Я не хотела. Но он так ухватился за эту возможность, он уговорил меня. Я не могла ему отказать. Ему угрожали. Мне пришлось согласиться. Значит, ремонт весь этот тоже для отвода глаз, да? Придумала, чтобы брать деньги. Так я могла и деньги брать, и с мужем видеться. Ведь с работы я уволилась, и у нас не было возможности встречаться. Вот, но теперь я тебя люблю. Дима наконец-то отдал все свои долги, и я действительно тебя полюбила. Я тебе не верю. Хочешь, хочешь, я все верну. Хочешь, я все отдам. Только позволь быть рядом. Я знаю, что я подло поступила. Я правда тебя люблю. Я не знаю, верить Али или нет. Протяни мне ладони. Я ее очень люблю. Готов многое простить. Но я не знаю, любит меня она или нет. Я не могу ей больше доверять. Крепко тебя эта девушка обидела. Все из-за денег. Она для мужа своего старалась. А я, дурак, даже не догадывался, что она замужем. Ну, а с другой стороны, ну что я мог сделать? Ну, не паспорт же у нее требовать. Вижу, на этот раз Алла правду говорит. Значит, мне ее простить? Это тебе решать. Я понял, спасибо. Постой, это не все. Слушаю. Еще я увидела, что ты дома рубашки одну на другую вешаешь. Ну, это давно было, до того, как с Алла сошелся. Теперь так не делает. Вот и хорошо. Плохая эта примета. Потому и жену найти долго не мог. Значит, когда Алла стала приучать меня к новому порядку, она все исправила? Верно. Я потому сразу тебе всю правду про нее и не рассказала. Чтобы раньше времени вы не рассорились. Значит, у нас теперь все хорошо должно быть. Правильно. А теперь ступай. Вижу, больше не свидимся. Спасибо. Большое спасибо. Михаил простил Аллу. В тот день, чтобы доказать свою любовь к Михаилу, Алла поехала подавать на развод с мужем. Ну, как прошло? Подала на развод? Нет. Почему? Между нами все кончено, Миша. Я пришла за своими вещами. Ну, что случилось? Ты сейчас спрашиваешь. Мой муж из-за тебя в больницу попал. А я тут при чем? В любой ситуации надо оставаться человеком. Послушай, я правда не понимаю, о чем ты. Ты его избил? Да нет. А кто тогда? Ну, может, кредитор. Дима все долги отдал. Кроме тебя некому. Алла, подожди, не горячись. Давай все обсудим. Алла не стала слушать Михаила и в тот же день собрала вещи и ушла. Михаил остался один. Он решил навестить сына и поехал к Илье на служебную квартиру. Ну, извини, что я тебе не верил. Все-таки узнал правду. Да, ты не врал. Магазина никакого не было. Ремонт для отвода глаз. И вообще, оказывается, все это время у нее муж был. Ну, ты не расстраивайся, пап. Найдешь еще себе кого-нибудь. Ну, что у тебя с руками? Да так просто ударился. Ты меня за идиоты принимаешь? Ты избил мужа Аллы? Да, я. Ты с ума сошел? Ну, а что мне оставалось делать? Я узнал, что Алла замужем. Выследил этого Дима. Они прицепились к тебе, как пиявки. Вот я и решил с ними разобраться. Алла хорошая. У нее просто выбора не было. Она уже собиралась с ним разводиться. Ну, конечно. Ты просто для нее запасной вариант. Ты должен перед ней извиниться. Немедленно. Еще чего. Пап, я просто решил тебя защитить. Алла не стала слушать Михаила. И в тот же день собрала вещи и ушла. Михаил остался один. Он решил навестить сына. И поехал к Илье на служебную квартиру. Михаилу удалось объясниться с Аллой. Они помирились и решили жить вместе без свадьбы. Со временем Илья принял выбор отца. И у них с Аллой наладились отношения. После того, как муж Аллы поправился, они развелись. Бабушка говорит, что нельзя несколько рубашек на одну вешалку вешать. Из-за этого личная жизнь может не сложиться. Миша, я покормила. Он поел хорошо. Значит, сел все... Здравствуй, Дима. Здравствуй. Ой, мы с Мишкой сегодня. Мам, ты на автобус опоздаешь. Да, это да. Это да. Спасибо, Ареша. Так, ну что. Ну тогда до свидания. До свидания, мои хорошие. Все, все. До свидания, Петруша. До свидания. До завтра. До завтра. Спасибо. Да, да, да. До завтра? Что-то твоя мама к нам зачистила. Ну, может, ей дома скучно. С нами побольше хочешь с Мишей времени проводить. Подожди. Ну, если ты весь день тоже была дома, то почему Ольга Ивановна отчитывается перед тобой, как она весь день проводила с Мишей? Ну, ты же знаешь, она любит поболтать. Алло. Да, Арину. А кто ее спрашивает? С работы? Ты работаешь? С каких пор? Арина была замужем за Петром и растила сына Мишу. В семье все было хорошо. Но в последнее время стало не хватать денег. Арина много раз предлагала мужу свою помощь. Она была хорошим специалистом и без труда могла найти работу. Но Петр был категорически против того, чтобы Арина работала. Несколько недель назад Арине сделали предложение, от которого она не смогла отказаться. Здравствуйте, бабушка. Здравствуй. Садись, рассказывай. Мне позвонили и предложили хорошее место в бухгалтерии в оборудовом магазине. И зарплата хорошая. И график меня устраивает. Ой, вообще, я так долго сидела в декрете, что для меня такая вакансия – это просто подарок. Я не стала отказываться, согласилась и уже вышла на работу. Если у тебя все хорошо, зачем ты ко мне так пришла? В том-то все и дело, что с одной стороны хорошо, а с другой – Петя, мой муж, он категорически против того, чтобы я работала. Я как с ним не спорила, он ни в какую. А мне эта работа как воздух нужна. Ой. В общем, я ему ничего не сказала про работу. Утром приходит моя мама, сидит с сыном, а вечером я уже дома. Так практически месяц отработала, а недавно мне с работы домой позвонили, Петя трубку взял. Пришлось ему всю правду сказать. Он, конечно, очень ругался, но потом согласился, что деньги в семье не лишние. Вижу, это не вся правда. О чем-то ты умалчиваешь. Правду про вас говорят, что вы все видите. Я не сказала Пете, что владелец обувного магазина мой бывший жених – Игнат. Мы с ним встречались, даже свадьбу планировали, а потом я Петю встретила. Но Игнат на меня даже не обиделся, он все понял, вот даже на работу позвал. Но если Петя узнает, что я у Игната работаю, он меня не простит, ревновать станет. В общем, я не знаю, что мне делать. Подскажите, бабушка. На, возьми пряжу и на клубок намотай. Довольно. А теперь мне дай. Вижу, что нельзя тебе у бывшего работать, иначе беда будет. Как? Как так? Я уже согласие Игнату дала и оформилась. Я думала, вы мне что-то подскажете, а это я от всего должна отказаться. Нет, я так не смогу. Я тебе сказала, что вижу. А дальше ты сама думай. Спасибо. Арина была разочарована визитом к бабушке. Она не хотела уходить с работы, на которую только недавно устроилась. Ей все нравилось. Тем более, что муж Петр смягчился и согласился с тем, что Арина будет работать. В офисе Арину часто навещал Игнат. Слушай, а что зашел-то? Я хотел предложить тебе отпраздновать твою первую зарплату. Ты же у нас уже целый месяц работаешь. Игнат, думаю, это лишнее. Ты знаешь, я ведь очень переживал, когда ты меня бросила. Потом смирился. Теперь снова тебя увидел, и чувства вернулись. Игнат, ты ставишь меня в неудобное положение. Прости. Ты замужем, а я просто твой начальник. Ладно, работай. Не буду мешать. Арине стало неловко. Она была уверена, что их с Игнатом связывают только рабочие отношения. Но после его признания Арина не знала, как себя вести. Выходные Арина и Петр проводили дома. Сына Мишу Ольга Ивановна забрала к себе. Поэтому у родителей появилась возможность побыть вдвоем. Ну, не бери трубку, иди лучше ко мне. А вдруг это мама с Мишей что-нибудь? Кто звонил? Чего ты не ответила? Неизвестный номер. Ерунда какая-то. Ну, тогда иди ко мне. На самом деле Арине звонил Игнат. Она не стала при Петре отвечать на звонок, чтобы не вызывать у мужа ненужных подозрений. Все обошлось, но Арину очень волновалась. Прошло две недели. Игнат сдержал свое слово и больше не говорил Арине о своих чувствах. Между ним и Ариной установились дружеские отношения. И Арину это устраивало. Как забыл? Мы же договаривались. Угу. За мной никто не заедет. Муж все еще на работе. Ну, мое предложение в силе? Давай подвезу. Ну, видишь, уже вон. Темнеет, одной на улице опасно, а я подвезу прямо до дома. Ну, хорошо, я воспользуюсь твоим предложением. А ты чего раскисла-то? Кто тебя расстроил? Да никто. Просто месяц выдался тяжелым. Все как-то разом навалилось. Ну, ты знаешь. Да, знаю. А помнишь нашу первую поездку за границу? Помню. Ты возил меня в Италию. Это было потрясающее. Одно из самых лучших воспоминаний в моей жизни. Да, и в моей. Игнат, не надо. Арин. Арин, подожди. Арин! Арине очень была нужна эта работа. Но навязчивое ухаживание Игната все усложняли и ставили под угрозу ее семейную жизнь. На следующий день Арина первым делом написала заявление об уходе. Она понимала, что увольнение единственный выход сохранить семью. Доброе утро. Доброе. Я как раз к тебе собиралась. Я должна сообщить тебе одну очень важную вещь. У тебя есть минутка? Я не знаю, что ты хотела мне сообщить, но позволь мне быть первым. У меня потрясающая новость. Что за новость? По итогам твоей работы я принял решение переложить на тебя еще ряд обязанностей. Другими словами, я предлагаю тебе повышение по службе. Ну, как тебе такая новость? Что скажешь? Я вижу, ты удивлена. Я удивлена. Я не уверена, что справлюсь. Да ну ерунда какая. Ты отличный специалист. Я в тебя верю. Да и секретарше я уже сказал, чтобы она принесла на подпись мне приказ о назначении вас, Арину Вячеславовну, на должность генерального директора одного из моих магазинов. Ну, зарплата будет соответствовать занимаемой должности. Вырастет. В три раза. Ну, что скажешь? Это так неожиданно. Арина была удивлена предложению Игната. Назначение на должность директора льстило ее самолюбию, а прибавка к зарплате решила бы финансовые сложности в семье. Я все-таки решила уволиться, как вы мне сказали. Но тут мне Игнат такое предложение сделал, от которого я не смогла просто отказаться. Он меня директором магазина назначил и зарплату положил в три раза выше. Я согласилась. У Пети с работы не очень, денег в семье не хватает. Как я могла Игнату отказать? Неправду ты мне говоришь. не из-за денег ты согласилась. Нравится тебе Игнат? Причем здесь это? Я исключительно из-за денег, я же говорю. Лукавишь ты, девка, но дело твое. Ко мне ты зачем пришла? Я слышала, что есть такой оберег, который в работе помогает. Должность у меня теперь ответственная. Я подумала, может быть, вы мне дадите этот оберег, чтобы у меня в работе все хорошо складывалось. Возьми пряник из мишки. Попробуй. Вкусные пряники. Спасибо, бабушка, но я мучное не ем, тем более сладкое. Не спорь. Возьми. Ну, как скажете. А теперь положи свой пряник на стол. не нужен тебе оберег, не поможет он. Тебе с той работы уволиться надо. Не принесет она тебе добра, только беды одни. Опять вы за своей бабушкой. Я же вам говорю, что я не могу уволиться. Мне Игнат такое предложение сделал. Ну, кто от такой работы отказывается? Я думала, вы мне поможете, оберег дадите. Ладно, я больше к вам не приду. Бесполезно это. Если сделаешь, как я велю, то и правда не свидимся больше. Да мы в любом случае не свидимся. До свидания. Прошло две недели. Карьерный взлет и внимание обходительного Игната вскружили голову Арине. В результате настойчивых ухаживаний Игната Арина сдалась. Между бывшими возлюбленными вновь возникла близость. Что будет с нами дальше, Игнат? Я могу тебе сказать, что будет дальше. Телефон. Это Петя. Да, Петя. Привет. А ты когда домой? Мы тут жуть как скучаем без тебя. Ну сейчас с бумагами закончу и приеду. Ты стала в последнее время сильно задерживаться. Поговори ты со своим начальством, но это не дело. Ну хорошо, я поговорю. Ну все, мне пора бежать. Целую, пока. Скоро буду. После разговора с мужем Арина поняла, что зашла слишком далеко. Прошла неделя. Приехав на работу, Арина застала в своем кабинете Игната. Он вел себя странно, и Арина не понимала, что произошло. Это у тебя надо спросить, Арина. я требую объяснений. Что ты такое говоришь? Объясни толком, что случилось? Что-то случилось. От тебя я такого не ожидал. Главное, каковы методы. Влезла в мой бизнес, в мою постель, в мой карман. А ты что думала? По-тихому свалить, прихватив крупную сумму? Я ничего не понимаю. Что ты такое говоришь? Разве я у тебя что-то взяла? Это у тебя надо спросить. Существенно расходятся цифры. В кассе большая недостача. В договоре твоя подпись. Я требую объяснений. я к этому не имею никакого отношения. Это какая-то ошибка. Нужно все перепроверить и я уверена, что все будет в порядке. Игнат, ты же меня знаешь. В том ты и делаешь, что нет. Я рискнул. Назначил тебя на должность без соответствующего опыта и так ты мне отплатил. Обворовала. хоть понимаешь, что это уголовное дело. Арина, Ариша, как ты могла меня так кинуть? Игнат, миленький, это какая-то ужасная ошибка. Я ничего у тебя не крала. Не надо истерики. Не надо. Убирайся. После обвинения в краже Арина взяла отгул, чтобы привести мысли и нервы в порядок. Она надеялась, что Игнат найдет того, кто допустил ошибку и ситуация разрешится. Власова Арина Вячеславовна? Да. Участковый полномоченный лейтенант Решетов. Вам повестка. Повестка? Вам необходимо явиться для допроса. Для допроса? Да. В качестве подозреваемой. Распишитесь в получении вот здесь. До свидания. До свидания. Напуганная повестка Арина в тот же день поехала к офису, чтобы оправдаться перед Игнатом и попросить его о помощи. Я не понимаю, что сегодня приходил участковый и он вручил мне повестку на допрос. Я не знаю, что мне делать. Я ведь ни в чем не виновата. Ты мне веришь? Да я бы хотел тебе поверить. Но юридический процесс уже запущен. Ну ладно, если ты говоришь, что действительно этого не делала, я буду разбираться. Пока ты будешь разбираться, меня будут таскать под опросом. Я найду способ решить твою проблему. Есть у меня пара влиятельных приятелей. Надеюсь, они помогут. Спасибо, Игнат. Прошло две недели после вручения повестки. Игнат пообещал замять дело с недостачей. Арина вернулась на работу. Еще раз спасибо вам. Всего доброго. Ну что, у меня хорошие новости. Мне удалось замять твое дело. Правда? Значит, я могу выдохнуть? Можешь. Прошерстил всех знакомых. Пол города на уши поставил, но все-таки добился своего. Спасибо, Игнат. Но как тебе это удалось? Да. Пришлось заплатить. Чтобы замять это дело и тебя отмазать, пришлось выложить выложить солидную сумму. Я продал загородный дом, чтобы уладить некоторые шероховатости. Крупную сумму из бизнеса вывезти сложно. Пришлось пожертвовать собственной недвижимостью. Получается, из-за меня ты остался без дома? Ну, это же такие жизненные мелочи, Ариш. Разве мог я позволить женщине, которую люблю, любоваться небом в клеточку? Прошла неделя. Арина продолжала тайком встречаться с Игнатом. Петр был в неведении, и Арину мучила совесть. Но и отказать Игнату Арина не могла, ведь он фактически спас ее от тюрьмы. С другой стороны, мы тебя совсем не видим, Мишка по тебе очень скучает. Хорошо, что мама твоя нам помогает, но ребенку же его мать нужна. Что ты давишь мне на больное место? Ты что думаешь, я по вам не скучаю? Ты думаешь, я не переживаю от того, что толком сына не вижу? С твоей стороны, это говорить мне жестоко. Я для вас стараюсь. Извини. Арине было стыдно перед мужем, ведь в выходные она не собиралась работать, а обещала провести время с Игнатом. Давай не здесь, вдруг Миша рядом гуляет. Давай не здесь. Ах ты сволочь! Прекратите! Это у тебя такая работа по выходным, да? Не смей трогать мою жену. А то что? Сидишь у нее на шее, пока она пашет, как волк. Игнат, не надо так. Петя! Петя! Игнат, ну что ты наделал? Петь, это не то, чем кажется. Правда? То есть ты не спала со своим бывшим, это просто случайность. Он просто мимо проезжал, да? Я работаю у Игната, он предложил, я согласилась. Я же видела, как тебе тяжело, хотела помочь деньгами. И потом, если бы я сказала, ты бы стал меня ревновать. Игнат помог мне выбраться из одной очень непростой ситуации. И что же это за ситуация такая? Петя, у меня были проблемы, меня могли посадить в тюрьму. В договоре обнаружилась ошибка и на меня завели уголовное дело. И если бы не Игнат... Да святой Игнат, спасибо ему! Петя... Мишу я заберу. Ему не место рядом с такой матерью, как ты. Петя, 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 вы были правы, бабушка. Я в такую историю вляпалась. На работе на меня крупную недостачу повесили, дело уголовное завели, а Игнат, он меня спас. Он дачу свою продал, кому нужно заплатил, чтобы меня в тюрьму не посадили. И как я могла после этого ему отказать? Я себя такой обязанно чувствовала. Я не то, что уволиться, я ему слово поперек боялась сказать. И потом, я же вижу, он меня любит, но семью я рушить не хотела. А тут Петя нас вместе увидел, ушел, сына с собой забрал. В общем, все рухнуло, бабушка, все рухнуло. Я не знаю, что мне делать. Что теперь слезы лить? Бесполезно. Ну, пожалуйста, подскажите, что же мне делать, как быть? Надо было раньше мои советы слушать. Вижу, не всю правду ты знаешь. Муж твой, Петр, он знает. Ты с ним встретиться должна и поговорить. Только на встречу Игната с собой возьми, поняла? Поняла, но как же я их вместе сведу? Под каким предлогом? Это ты сама подумай. Хорошо, я что-нибудь придумаю. И вот еще что. Вижу, ты дома в мужской майке ходишь. Вроде как в мужниной. Да, мне так удобно. Плохо это. Примета такая. Оттого у мужа твоего в делах ничего и не клеится. А ты все мужские обязанности на себя взвалила. Не делай так больше. Арена решила выполнить наказ бабушки. Она позвонила Петру и попросила о встрече, сказав, что хочет увидеть ребенка. Игната она уговорила поехать с ней. Игнат был против, но Арине удалось его убедить. Иди сюда. Солнышко мое. Петь, не стой над душой. Можно с ребенком побыть? Раньше о ребенке надо было думать, Арина. Ну, тебе только дубинки не хватает. Выли ты тюремщик. Миш, иди поиграй. Держи. Держи. Иди. Иди. Иди скорее. Иди поиграй. Кстати, я тут подумал, что-то тут не сходится насчет всего этого уголовного дела. Что ты имеешь в виду? А то, что все это подстава, Ариша. Да, Игнат? Что это значит? Это значит, что перед тобой не прекрасный избавитель, а враль. Ну, может быть, Игнат тебе лучше обо всем этом расскажет? Это правда, Игнат? Я, я тебе верила, я, как ты мог со мной так поступить? Я сражался за твое внимание, как мог. На войне все средства хороши, как говорится. Но это был блеф, ты в него поверила. Ну, смотри, как все вышло. Мы с тобой вместе. Как ты это все провернул? А подпись на документах, это что, подделка? Почему подделка? Договор ты сама подписала. Я тебе его подмахнул, когда у тебя был завал с документами. Ну, а дальше проверка якобы выявила недостачу. И тут влюбленный рыцарь бросился спасать свою красавицу, принцессу. И значит, дом ты не продавал. Знаешь, я все пыталась вспомнить, почему я тебя тогда бросила. А теперь поняла. Ты самовлюбленный, самодовольный хлыщ, и меня тошнит от тебя. Петр простил Арину. Они помирились, решив начать все сначала. Арина вспомнила, за что полюбила когда-то Петра. Он был добрым и искренним человеком, не способным на обманы предательства. Арина больше не носит дома вещи мужа. У Петра с работой все наладилось. Он достаточно зарабатывает. Помните, если женщина дома вещи мужа носит, то все мужские заботы ложатся на женские плечи, а у мужчины дела не идут. Примета такая. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова